Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Пстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова на областной олимпиаде по химии среди студентов первых-вторых курсов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в образовательных организациях Нижегородской области. Олимпиада направлена на повышение качества профессионального образования в интересах развития личности и ее творческих способностей, обеспечения профессиональной мобильности и конкурентоспособности выпускников со среднепрофессиональным образованием. Олимпиада организована Министерством образования Нижегородской области и проводится при финансовой поддержке ООО «УКО Нижегород-Нехтергсинтез». И мы приглашаем для приветственного слова участникам нашей олимпиады заместителем министра образования Нижегородской области Владимира Георгиевича Шахназарова. Спасибо. Дорогие друзья, правительство Нижегородской области рада приветствовать вас на Олимпиаде по химии. В первую очередь хотелось бы поблагодарить соорганизаторов данного мероприятия и тех, кто принял непосредственно участие в создании этой прекрасной площадки. Также хотелось бы поблагодарить педагогов, которые воспитали прекрасных юных химиков. И хочется высказать уверенность, что именно они станут авангардом науки и промышленности не только нашего региона, но и Российской Федерации в целом. Хотелось бы нашим участникам пожелать интересного общения, нового знакомства, ну и, соответственно, справедливого судейства и честных побед. Ну а всем вам пожелать счастья, здоровья, успехов. Спасибо. И мы приглашаем генерального директора общества с ограниченной ответственностью Луково-Нижегород Нектерг Синтез, главу города Кстова Алексей Николаевич Коваленко. Добрый день, уважаемые участники Олимпиады, судьи, гости нашего города. Мы очень рады видеть вас на Кстовской земле. Кстова, мы всегда говорим, город нефтепереработчиков и самбистов. Потом еще добавляем ряд хороших слов про наших горожан. Олимпиады. Слово такое, которое нам будоражит кровь, по крайней мере, должно будоражить, у любого из участников. Шахматная Олимпиада, Олимпиада олимпийских видов спорта, Олимпиада по химии, по математике, по физкультуре только у нас Олимпиады не проводятся, потому что объединены более расширенные соревнования. Вспоминая себя, а химию я любил в классе 7-го, только сегодня, наверное, уже в переходном в 21-й век, понимаешь, насколько перестроилось отношение людей к нефтепереработке, к нефтехимии. И очень верю, что в головах наших учеников и преподавателей. Сдавая документы в 80-х годах в институт, на химико-технологический факультет, который я закончил, было непонимание в глазах приемочной комиссии, когда человек с баллом выше 4,5, это было 5 баллов из системы оценки, идет на химико-технологические факультеты. Были авиадвигатели, была экономика, было промышленно-гражданское строительство. И нижнюю строчку занимали химики, а еще ниже годники и нефтяники. Насколько поменялась жизнь сегодня, что те, кто не пользовались тогда спросом, почетом и уважением, оказались в верхних рейтингах. И сегодня мы говорим о том, что бюджет страны зависит от цены барра для нефти и от количества добываемой нефти. Я верю, что химия – тот предмет, который несет вам радость познания жизни. Сегодня нет ни одного направления развития человека в природе, где бы не участвовали в химические процессы, формулы, молекулы и все остальные составляющие. Верю, что изучение химии принесет вам расширение горизонтов познания мира, жизни, просто человеческих отношений. Я вам желаю сегодня достойно реализовать свои знания, как мы всегда желаем на соревнованиях у спортсменов любого ранга и любого вида спорта, беспристрастного судейства, а именно как на Олимпиаде можно проявить и посмотреть, как достойные судьи оценивают ваши знания, но и ярких впечатлений от общения между собой, с преподавателями, с судьями, посмотреть на наш город, верю, что у вас все получится и вы сможете полностью реализовать свои знания и возможности. В путь! Методическую поддержку Олимпиады осуществляла НГТУ имени Алексеева, а Олимпиадные задания были подготовлены к доцентам кафедры технологии электротемических производств НГТУ имени Алексеева, кандидатам технических наук Исаймом Валерием Васильевичем. И мы предоставляем слово для приветствия участников Олимпиады проректору по учебной работе НГТУ имени Алексеева Евгению Геннадьевичу Ивашкину. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые преподаватели, представители министерства, предприятия. Вообще, конечно, когда мы говорим о карьерном росте, о движении, всегда мы должны отдавать себе отчет, где мы учимся и кем мы потом будем, как работать. Вот, все так тесно. Я, кстати, родился в городе Кстово, учился, начинал учиться в пятой школе. Мои родители работали на Новогольковском нефтеперерабатывающем заводе. Я закончил технологический факультет политеха. Моя мама закончила Кстовский нефтяной техникум, у нее есть диплом техника. Все очень тесно. И у вас, ребят, есть уникальная возможность проявить свои знания, показать их, показать их и быть успешными, показать их перед работодателями. Я думаю, управление кадров Лукоила с удовольствием возьмет выпускников техникум, которые придут с победой именно на этой Олимпиаде. Вы будете желанны, как вы скажете, техникуму в любом высшем учебном заведении нашей Нижегородской области. У нас очень много достойных учебных заведений. И если вам пошли окончания техникум, и нужно будет высшее образование для продвижения карьерного роста, мы, наши университеты, города и области ждут вас. Хочется пожелать действительно победы. Пусть победит сильнейший. Но мне кажется, что в Олимпиадах еще очень важно именно участие, общение. Вы посмотрите, вы посмотрите на своих соперников, которые, я думаю, потом, уверен, будут друзьями. Увидите, как они решают нестандартные задачи и что-то возьмете в себя. Мне кажется, после этой Олимпиады вы все взаимно обогатитесь. Поэтому я вас поздравляю с праздником, который для вас устроил Лукоил и Министерство образования Нижегородской области. И желаю успехов. Спасибо. И мы предоставляем слово директору Кстовского нефтяного техникума имени Бориса Ивановича Корнилова Кузнецова Елене Юльевне. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, наши гости. Мы рады вас приветствовать на нашей Кстовской земле и рады видеть вас в нашем Кстовском нефтяном техникуме. Спасибо вам, дорогие преподаватели, учителя, что вы нашли время, возможность подготовить участников к этой Олимпиаде. Спасибо вам, дорогие дети, студенты, школьники, что вы тоже в это непростое время все-таки проявили интерес подготовиться к этой Олимпиаде. Надеюсь, что у вас все получится, что общение, которое вы здесь получите, интересные программы, которые мы постарались для вас приготовить, тоже будет для вас насыщенной, интересной и полезной в дальнейшем жизни. Я хочу сказать огромное спасибо нашему Министерству образования Нижегородской области, что оно для нас организовало, для вас организовало эту Олимпиаду, дало вам возможность поучаствовать, познакомиться, узнать для себя много интересного, ну и что-то, наверное, привести в жизни. Огромнейшее спасибо, конечно, Оулу Кул Международного Терксинтез, то, что они нашли финансы, средства, чтобы проспонсировать ваше участие, чтобы организовать вам эту программу очень интересную, насыщенную сделать. Если вы увидели, да, программа у вас будет, и музей Кварки вам приедет, и будут у вас экскурсии интересные на предприятия наши, к СТОСКИ, за все это и очень хорошие, кстати, подарки, да, если вы видели положение. Поэтому есть за что побороться, есть, наверное, у вас тут и финансовый интерес в этом участии. Поэтому огромное спасибо Алексею Николаевичу, что вы откликнулись, что вы помогли, ну и, в принципе, вы были инициаторами, да, этого мероприятия. Огромное вам за это спасибо. Надеюсь, что этот опыт и в дальнейшем у нас будет дальше продолжаться. Огромное спасибо, конечно, НГТУ имени Алексеева, которые помогли, точнее, даже не помогли, сделали полностью это задание, Валерий Васильевич для вас подготовил. Поэтому, надеюсь, что вы выполните, да, то, что вам будет положено. Поэтому давайте поприветствуем всех, всех тех, кто сделал это мероприятие, организовал это мероприятие, дал возможность, предоставил финансы. Большое вам огромное спасибо. Мы надеемся, что здесь все будет для вас комфортно, интересно, познавательно. Поэтому мы сейчас с вами начнем работать. Мы, наверное, наших уважаемых гостей отпустим. У них есть дела, свои заботы. Спасибо вам большое, что вас посетили. Спасибо.